Здоровье в порядке, спасибо зарядке, как говорили в Советском Союзе. Такое обаяние, что нельзя не прийти просто. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вторая прогулка летом опять под дождем. Мой внук Лёва, до этого все сын ходил, сын сегодня говорит не пойду. Грибники же ходят за грибами, и в дождь, и в любой погоду. А мы за здоровьем ходим, как грибники. У нас всего было сколько прогулок? 15-я сегодня, да? 15-е июля, 15-я прогулка. Раз собрались, значит, надо что-то двигать, конечностями там, что-нибудь такое. Руками крутить, зарядку делать. Гимнастика с зонтом от доктора Шишонина. Все, из руки в руку перекладывай. У тебя точно унесет сейчас вместе с зонтом. Ты легкий. Вот развитие координации. Кстати, координационные упражнения, одни из таких вот, которые надо делать. Чем человек старше, тем больше надо делать координационных упражнений. Вот одно из них, допустим, да? Очень полезный навык. Научиться жонглировать тремя мячиками. А двумя? Ну, двумя сначала, потом тремя. Вот такой классный вообще навык. Попробуем, может быть, в следующий раз на прогулке. Поучиться. Возьмем мячики маленькие, специальные мячики. И будем это, координационные упражнения с мячиками разучивать. Потянулись немножко в одну сторону, в другую. У нас такая единственная группа безбашенная в Москве. Под дождем, в мороз, в жару. Все равно вообще. Без разницы. Обязала, обязала, еле успела. Ну, почему, пользуясь случаем, хочу вам выразить благодарность. Благодаря вашим упражнениям вы вернули мне здоровье. Огромное вам спасибо. Не только от меня, а от всех присутствующих. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. А я узнала через Центр социального обслуживания. Давно хотела прийти на это мероприятие, но вот сегодня просто очарована доктором. У меня сильно болело плечо, и врачи не помогали. А когда начал делать упражнения по методу доктора Шишонина, у меня все. И плечи прошло, и позвоночник, и все это. Я еще приседания делаю таких вот сто раз за один раз. Благодаря доктору Шишонину. Как это, Высоцкий пел. Если вы в своей квартире, руки что-то вместе, три-четыре, начинайте правильно движение. Так, все. Тихо. Сейчас начнешь рассказывать свои частушки. Сейчас дети все продвинутые. Сеанс гимнастической фотографии. Все, спасибо. Можно с вами? Конечно, можно. Давайте, да, пока. Кто хочет сфоткаться, подходите. Мы же вас ждем тут. Спасибо большое, спасибо. Давайте, улыбочка, улыбочка. Мы традиционно с каждой прогулки Донбассу передаем привет. Да, дочка моя вам приезжает. А, спасибо. Так, все, друзья. Вперед, за здоровьем. Ну что, друзья, сегодня у нас тоже дождь. Вторая летняя прогулка у нас. Что хочется сказать. Сегодня дождь, конечно, не такой сильный, как в тот раз. Потеплее сегодня. Вообще, прогулки для чего я придумал? Чтобы люди получили вот этот рефлекс со временем. Что не может он сидеть на диване. Хочется ему встать и пойти погулять. Потому что вот это вот со всех сторон, просто вот со всех сторон нас пытаются в этот диван посадить, и чтобы он сидел вот в этом диване. Смотрел в телевизор. А в телевизоре идет реклама таблеток и углеводов. А потом удивляемся, чего на здоровье нет. Рекламы насмотрятся люди, таблеток, углеводов, и начинают их есть бесконечно. Да, должна реклама быть вот. Только сел перед диваном, реклама появляется в телевизоре. Так, вставай, все, иди. Что-то уселся. А тут наоборот. Болит спина? Вот, пожалуйста. Вот тебе вот этот вот препарат. Мазь намажет. От остеопороза кальций Д3. Вообще ужасный препарат. Ко мне тут вот приезжал на мою передачу «Хорошая медицина», где я с ведущими врачами беседую. Скоро выйдет этот выпуск тоже. Приезжал сосудистый хирург, лучший сосудистый хирург Шубин Андрей Анатольевич. Он говорит, Александр Юрьевич, что творится? Ужас просто какой-то. Раньше все бляшки были нормальные. Вот оперируешь, там нормальная бляшка, можно ее убрать. А сейчас все бляшки стали кальцинированные. Из-за вот этих вот кальций Д3 препаратов всяких. Толку никакого, их же назначают, чтобы кости у человека укрепились. А кости от этого не укрепляются. А сосуды зато укрепляются по полной. Кальция там столько в сосудах, просто невозможно. Поэтому я противник витамина Д, противник кальция приема. Особенно витамина Д. Потому что без него кальций сам по себе особо не усваивается. Хотя тоже может в почках отложиться, и камни в почках пойдут от этого кальция. А вот витамин Д это ужасная вещь вообще. Очень серьезный препарат с большим количеством противопоказаний. Сейчас все как обезумели. Это витамин Д назначают. Скажите, а магний цинк можно принимать? Можно магний цинк принимать, только зачем? Смысл какой. Он есть во всех продуктах питания. А, не надо. Никакого смысла нет. Это просто маркетинговые уловки. А скажите, а ходьба должна быть именно быстрая? Или медленная? Да, ну вот смотрите, я все время, на каждой прогулке новички приходят. Я вот все время с этим сталкиваюсь, что потом в конце прогулки там, вот вы не ждете, надо там ждать и так далее. Но на самом деле я провожу прогулки в очень медленном темпе, для меня лично. И то люди не успевают. То есть настолько у людей плохая физическая форма, что они даже вот обычным шагом, вот таким здорового человека, да, они не успевают идти. Некоторые люди. А потом они обижаются, что их не подождали. Ну, как бы, если мы их будем ждать, тогда и они не получат здоровье, да, и мы не получим. Наоборот, они должны стремиться. На следующей прогулке они побыстрее уже пройдут. Еще побыстрее. Тем более, что мы... Вообще, я рекомендую идти, не останавливаясь, около часа в быстром темпе. Вот это хороший прогулочный вариант. Спасибо большое. Для того, чтобы здоровье... Ну, как бы... Поднять, поднять уровень здоровья. Ходишь, а все равно болит. Что делать? Через боль ходить. Что надо еще больше, конечно. Ходить через боль. Нет, у меня врачи-то волшебцы могут ходить. Ну, врачи, они в большинстве не понимают. Ну, да. Я всегда говорю такую фразу, Клавдия Галена, да, это... Ну, Клавдия Гален, это... Второй после Гиппократа, да, скажем так, по авторитету. Он так говорил, что движение может заменить тысячи лекарств. Это он говорил полторы тысячи лет назад. До сих пор это все актуально. Но ни одно лекарство не заменит движение. Современные врачи забыли эти очевидные важные истины. Наша с вами задача, для чего я занимаюсь прогулками с людьми. Сейчас вот у нас начинает потихоньку работать проект Кузница Здоровья, это наши специалисты, которые под нашим контролем работают. Они с людьми на регулярной основе уже начали потихоньку проводить в Юго-Западном округе эти прогулки. Для чего? Для того, чтобы у людей появилось в голове постепенно. Это все будет расти, наполняться большим количеством участников. А еще человек может верить, что вы поможете. У людей появится... У людей появится... Вот это четкое, ясное понимание, от чего приходит здоровье. Потому что люди не понимают. Вот он вышел из больницы, например, после онкологии. А ему четко никто не сказал, что, понимаешь? Вот такой-такой образ жизни надо вести. Тогда будет твое здоровье уровень повышаться, и тогда ты больше не вернешься в онкологический центр. Крилочки складывают, и все. Да. Или после ковида тяжелого там выходит, все. Или после инсульта иншемического. Люди не знают, как восстановиться. Боятся движения. Врачи сами боятся движения. То есть полная бескультурия в этой области. Нет культуры здоровья. Вот эту культуру мы с вами, наша, как говорится, вот эта... Делегация. Делегация, да, правильно, Лев. Делегация. Наши делегации. Это назовем сегодняшнюю прогулку делегация культуры здоровья. Вот это мы должны вернуть людям, потому что это им по праву принадлежит. Язвенный калит это специфическое заболевание. Там надо ставить диагноз с точки зрения, от чего он. Потому что он может от нескольких вариантов быть развития. Есть инфекционный, есть аллергический, есть стрессогенный, да, нервный. То есть там разные лечения везде. Ну, у вас нет, да? Не занимается. Ну, мы так, вот прям прицельно мы этим не занимаемся, но рекомендации можем дать. Так, ну что, смотрите, ребят, вот розовые тут у нас лилии. Вот, смотрите, какая красота. Одна из фишек длительной прогулки в чем заключается? Да. Что человек, когда он долго-долго идет, он впадает в определенное такое состояние сознания специфическое. Ну, как бы такое открытое подсознание у него в этот момент. И вот он может сам себе провести такую ауто-психотерапию. Да. То есть вот посмотреть по сторонам, подышать, почувствовать, насладиться и так далее. Вот справа у нас природные красоты, да? Слева у нас красоты префектуры спортивные. Сегодня мы не пойдем, а была бы хорошая погода, мы бы там ничего-нибудь поделали. Потому что, ну, просто намокнем там все. Вообще, пейзаж шикарнейший, да? Вот прудик такой, спортивный кластер. Олег Владимирович, а на этом кластере наши прогулки проходят, кузница здоровья? Вот, обратите внимание, мы сейчас здесь сделаем гимнастику. Но вообще, вот на этом кластере, это один из пяти кластеров, где наш специалист по определенному графику проводит занятия с людьми. Вообще, из всех кластеров, где мы были, вот это мне больше всех нравится. А если мы сюда все встанем и не утонем? Да, мы проверяли, вроде нормально. Ну что, поплыли? Лех, держи зонт. Слушайте, вообще прикольно. Я не знаю, вот кто живет здесь, вот в этих домах, и вот выходите все. Народ! Выходите все, делаем гимнастику, для шеи будем. Так, давайте плечи разомнем немножко. Наклоны в бок. Обращаю внимание, да, вот многие спрашивают, это упражнение из моей гимнастики для шеи, самое простое, казалось бы, метроном. Большинство людей делает неправильно его, да? Первое движение идет в метрономе, то есть как бы вот поворот вокруг вот этой оси, да, которая через кончик носа проходит. Вот. Вот, повернули. И потом немножко дотянули. Не сразу вот это вот, а вот повернули, дотянули. В другую сторону повернули, дотянули. И по три раза сделаем в каждую сторону. Теперь упражнение. Тоже из другой моей гимнастики. Подъемный кран называется. Ну, представляем, что это стрела крана, да, вот. Руки сжали, грудь вперед И подняли вверх. Опустили руки. Черт, руки сжали, грудь вперед. Подняли. Опустили. Руки сжали, грудь вперед. Подняли. Опустили. Просто наклоны в бок. Потому что при гимнастике для шеи не только шея прорабатывается, но и весь позвоночник. Теперь упражнение. Тоже известное. Одно из самых лучших упражнений моей гимнастики. Хотя они все хорошие, эти упражнения, в принципе. Безопасные и очень эффективные. Но вот есть упражнение дерево, оно задействует весь позвоночник. Особенно, если вы стоя делаете. Вообще, гимнастику для шеи рекомендую делать. Кто начинает практиковать, рекомендую делать сначала сидя, потом усложнять, переходить к положению стоя. Представляем, что у вас здесь лежит чугунная какая-то сковородка, плита. Что-то тяжелое. И вот вы держите его, чтобы оно не упало. Поднимаете вверх. И вытягиваетесь вверх. Как бы повыше хотите поднять голову вперед. И у вас вот напрягся весь позвоночник уже. Можно сделать вот такие вот движения. Как бы еще глубже проработать поясницу в этом положении. Тяжело держать. Делаем вдох. Встаем на носочки и делаем выдох. Сброс. Еще раз. Тяжелое, да? Вверх. Вот старайтесь вверх, вверх. Потому что вот это начинает. И все. Вверх тянемся. Голову вперед. Вот. Проработали. Можно вот так делать. Такое дерево на ветру. С ветками. О. Вдох делаем. На носочки встали. Стоим, стоим, стоим. Выдох. Хороший такой. Еще раз давайте. Вверх руки. Голову вперед. Покачались. Ноги в бок теперь давайте. Вдох сделали. Поднялись. Вот. Теперь растянемся. Немножко ногу вперед. Шею вот сюда. Как бы лбом, коленки. Но не надо нагибаться. Просто растянуть. Как бы округлить от затылка до поясницы. Все. Как будто вы хотите как бы голову вот так начать крутить и заворачивать как ковер. Ну как бы как вокруг головы, как будто хотите намотать позвоночник себе. Вот такое вот движение. В другую сторону. Растягивается вот все. Плодок, мышцы, которые вот здесь. Так, ну что, пошли дальше. Так, ну что, пошли дальше. Брать. Вообще сейчас, к счастью, к счастью, вот у нас какая-то пошла мода на фермерство. Их, видимо, поддерживает государство. Ну не видимо, а точно я знаю, что поддерживает государство. И много стало фермеров, больших, маленьких, разных. Ну у меня так, по породу моей деятельности, у меня просто вообще много знакомых фермеров, которые были раньше пациентами. Да, я рекомендую все-таки, да, с фермерами, с фермерами находить фермера в своем районе и как бы с ним взаимодействовать. Ну да, у них дороже, но с другой стороны, вы понимаете в чем дело. Есть-то на самом деле не надо много. Это же тоже должно умеренно быть. У нас люди привыкли наедаться так, что прям это упало и лежит на этом диване, все, помирает. Основная проблема-то у большинства людей, вес тела запредельный и мышц нет. Сейчас у людей еще одна есть проблема, то, что как он не голодный, но надо есть завтрак, обед, ужин. Вроде как и есть не хочется, он садится и ест. А почему не хочется? Потому что не двигался целый день. Сидел на работе, потом дома сидел, в транспорте сидел. Вот, приходит, надо ужинать. Ему и не хочется, а просто привычка. И жена там такая шуршит там, да. И она ему, вот, муж пришел с работы, тебе надо отдохнуть. Отчего ему отдыхать-то? Он целый день там сидел. Ну, я не говорю о тех работах, где физическая нагрузка. А много же работ, где нет никакой нагрузки. Он сидит просто и все. За компьютером там, за столом еще где-то. Сейчас можно побыстрее идти? Лев, не надо побыстрее идти. У нас там сзади люди, которые быстрее не могут. Ты, если хочешь побыстрее, вон, коллегу Владимировичу, беги. И будешь впереди бежать. Вот мне, например, повезло, да. У меня работа такая, что я целый день там разминаю руками, поднимаю людей. Да, у меня как у тяжелоатлета работа. Ну, не всем же так везет. Ну, у многих людей работа сидячая. Надо это понимать. Человек должен понимать. У меня тоже работа сидячая, но, тем не менее, я до работы иду полчаса и с работы и пешу. Потому что вы понимаете уже. Я уже понял, что это работа. Почему-то другие пользуются, извините, самокатами. Да, вот, самокаты это вообще. Я ярый противник самокатов. Надо их просто уничтожить бы, все самокаты, если бы только мне дали бы право. А велосипеды? Можно иногда. Велосипеды? Почему нет? Там же ты сам крутишь педаль. А вот это электрический самокат, не обычных самокатов, надо оговориться, да? Если обычный, то я за. А вот это электрический, электросамокат. Ну, это вообще... У меня сколько знакомых, вот, жили в Америке, да? Они приезжают оттуда, мне глаза вот такие вот на лоб. Как там, все происходит в супермаркетах. Люди настолько не хотят двигаться, что просто там специальные есть тележки в супермаркетах, на которые он садится, и она его везет, как инвалида. Да, это кошмар. Ну, это вот. Вот это самокаты, это путь к этой фигне. Да. А мы все хотим американцев победить. А нам их и побеждать не надо. Нам надо просто больше ходить, двигаться. С точки зрения вот самой ходьбы, когда ты уже идешь настолько круто и хорошо, что тебе надо какие-то специальные задачи выполнять, там можно дыханием играть. Пока ты еще прихаживаешься и ты еще не в той форме, тебе можно варьировать, как тебе удобно, грубо говоря. Главное, что надо соблюдать в дыхании, чтобы желательно выдох был чуть-чуть длиннее вдоха. Вот это правило. Выдох, чтобы был чуть-чуть длиннее вдоха по времени. Почему? Потому что тогда будет накапливаться, немножко вырасти будет. Вы же двигаетесь, и у вас выдох больше занимает времени во время движения активного, чем вдох. Что приведет? Приведет к тому, что особенно для гипертоников полезно. Накопится углекислый газ в крови, повыше станет концентрация. А когда углекислый газ в крови повышается, раскрываются капилляры автоматически. И будет падать нижнее давление. Вот это вот такая фишка, такая физиологическая. Короткий вдох, да, и длинный выдох такой. Ртом, носом? Без разницы. Если нос чистый, значит можно носом. Если заложен, дышите ртом. Обращаю внимание на вот этот отрезок пути нашего. Вообще, всегда я удивляюсь на наших прогулках, нашему прекрасному городу Москве, и особенно самой прекрасной его части с точки зрения здоровья, это юго-западному округу. Потому что здесь воедино соединены все преимущества мегаполиса и вот рекреационной такой вот возможности. То есть вот сейчас мы идем с вами в лесу, да, то есть мы же, вот, ну если бы нам бы, если бы мы не знали, что мы в Москве, мы никогда бы не поверили, что мы в мегаполисе, правильно? И в юго-западном округе особое внимание префектура округа уделяет именно развитию вот этих вот всех зон рекреационных. Ну а больше всего повезло юго-западному округу чем? Тем, что около метро Яснево находится клиника доктора Шишонина. Это мы знаем и помним. Там есть там центр города Москвы, да, а вот у нас центр здоровья города Москвы здесь. Ой, центр приезжаешь сюда, сразу булава проходит, честно. Еще обращу внимание, вот так уж я начал рекламировать Москву, и я как бы все время это делаю, особенно в этом месте, когда мы идем, я все время рекламирую Москву. Надо понимать, что климат, вот здесь у нас есть все сезоны, все. Вот люди живут там на юге, они не видят зимы, не понимают этих прелестей, не знают, мечтают съездить куда-то, посмотреть на снег. Другие на севере живут, они об лете мечтают. У нас здесь есть ярко выраженная сезонность. Мы имеем части в Москве, живя, наблюдать весну, лето, осень и зиму во всей красе. И это надо наблюдать не в пробках, а вот когда у вас выходные дни, вы выходите в рекреационные зоны и, конечно же, имеете в этом городе полную возможность жить совершенно другой жизнью, в которой в других местах жить просто невозможно ни по климату, ни по возможностям, которые организованы. Теперь я хочу, чтобы вы просто все вобрали в себя, так сказать, сейчас мы уже достаточно долго идем. Уже возникает такое вот это вот особое состояние сознания, раскрытое такое, да, вот хорошее. И вот надо вдохнуть в себя вот эту всю летнюю красоту, чистоту, дождь, все промыл, все деревья чистые. И чтобы вот из вас вся эта вот наша сегодняшняя делегация, как Лёва сказал, она просто выкинула любой весь негатив и подняла вас выше на ступеньку над, как говорится, бренностью будней. Потому что мы занимаемся сейчас самым важным таким делом, показываем другим людям, как правильно жить, по сути дела. Ничего же для этого не надо особенного. Вот ходи, собирайся. Очень важно собираться, потому что когда люди собираются вместе, начинает работать принцип банки с солеными огурцами. Ну вот это у этих, я подсмотрел, у вот этих бизнес-тренеров. Они как говорят, вот хочешь стать миллионером, общайся с миллионерами. То есть типа ты не просоленный огурец, засунься в банку с миллионерами, с солеными огурцами, и ты просолишься там, привычки их наработаешь там, все, и будешь уже потом миллионером. Кстати, рабочая вещь. Хочешь быть здоровым, значит в банку с солеными огурцами, добро пожаловать. Прогулки с доктором Шишонином, кузница здоровья и все такое. Поэтому вот это собрание, важная вещь, люди, социальные организмы, которым это важно. Да, дофамина, серотонина, через это идет работа другая, гипоталамуса. Гипоталамус через это по-другому совершенно работает с железами внутренней секреции, и соответственно обмен веществ по-другому работает. Дыхательная гимнастика, в этом месте мы ее все время проводим, и зимой мы ее проводили, и весной. Так, ну дыхательная гимнастика бывает разная совершенно, да, бывает, как многие уже знают, кто не первый год меня наблюдает, психофизические практики. Когда мы концентрируемся, представляем определенные ощущения. В таких местах, конечно, бывают обычные, сейчас расскажу, практики дыхательные, когда мы практикуем задержку дыхания, например, да, разницу вдохов и выдохов. Бывают практики, когда мы концентрируемся, например, на диафрагме, на мышцах пресса, да, для того, чтобы развивать. Бывают дыхательные практики, которые связаны со скоростью дыхания, по типу холотропного дыхания, когда нам нужно немножко в другое измененное состояние сознания войти для определенных целей, да, для того, чтобы болевой синдром снять, например, или что-то еще. Но в таких местах, как здесь, ну, грех просто не воспользоваться именно психофизическими практиками. Образ человек-дерево, да, то есть вот мы как представляем, что мы как дерево делали упражнение дерева, но не надо вот напрягать, просто руки вверх, как ветви. И нам задача представить, что вот на вдохе мы как бы соки земли поднимаем, у нас там корни, да, мы поднимаем их сюда, в область солнечного сплетения, и на выдохе мы как бы выдыхаем это все в атмосферу, окружающую среду через ветви. И так дышим. Делаем 10 дыхательных циклов. На вдохе представляем, что поднимается, на выдохе все это уходит. То есть прокачиваем силу земли, силу здоровья, да, мы же находимся на поверхности земли, там внутри гигантская сила, в том числе и, как говорил Вернадский, ноосферная, да, психическая сила. Вот, ее надо прочувствовать, прокачать через себя. Сила жизни, назовем это так. Давайте вдох. Концентрируемся. Вдох. Поднялась. И на выдохе. Ушло. Мощный поток прокачивается через вас. Вдох. Еще раз вдох. Представляем, прям, можно глаза закрыть, можно оставить щелки, чтобы смотреть на прекрасный лес. Да, ну, как-то вот расслабиться нужно и прям сконцентрироваться. Вдох идет. Поднимается вот этот вот поток жизни бурлящий и уходит вверх. Еще раз вдох. Прям последний вдох, прям, почувствуйте эту силу жизни, вот, чтобы она прям вас наполнила. Где что болит, она прям лечить начинает. Это работа с подсознанием. Со стволом головного мозга. Он не слушает вот это вот организм. Я хочу, чтобы ты выздоровел, чтобы у тебя не болело. Он слушает мыслеобразы. Наш компьютер, который всем управляет. Вот эти мыслеобразы, они помогают. Психофизические образы. И теперь, когда мы наполнились бурлящей и кипящей силой жизни, теперь нам необходимо очиститься еще. Чтобы никаких не было вот этих вот темных, застойных мест. И вот где представляем, где у вас зажимы. Чувствуете вы все, где-то у кого-то зажимы, где-то болевые места. Вот это вот представляем, как темные зоны, которые надо с помощью силы неба убрать туда, в землю. То есть наоборот, вдохнуть сверху, поток пошел-пошел. И на выдохе вы туда все это, все больные места, все туда выдохнули. Давайте вдох. И все ушло у вас туда. Да, все там сгорело. Там у нас ядро земли, там все перемолится, сгорит. Вдох. Туда. Вдох. Я прям чувствую, как мы становимся легкими, очищаемся. Как у нас вот это вот появляется, как звенящая радость жизни в нашем теле. Ну что, как ощущения? И последнее. Давайте все вместе такое уже сделаем со звуком. Как мы сделаем? То есть вдох вот так. Вдох и на выдохе. Туда все уберем. Давайте вместе. Пошло. Вдох, 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 вдох. И туда все. Отлично. Прекрасное ощущение. Вот сила психофизических практик. Психофизические, да, то есть вот и движение присутствует, и мыслеобразная работа. Для чего она нужна? Давайте записываем на подкорку. Для того, чтобы управлять целенаправленно своим биокомпьютером, который находится у нас вот здесь вот в затылке, в задней черепной ямке. Там находится вся система. Она управляемая система. То есть человек может научиться давать ей команды. Вот сейчас мы дали вот этим невербальным языком, сейчас с вами дали мощнейшую команду на что? На выздоровление, да, на регенерацию, силу жизни, да, силу земли. И дали мощнейшую команду на очищение. Поэтому не удивляйтесь, если у кого-нибудь пойдет песок там, испорщик там и так далее, да. То есть этот компьютер, он вот эти команды воспринимает буквально. Надо очиститься, надо регенерировать, понимаете? Но это все срабатывает не тогда, когда вот эти йоги собираются там и сидят там, ждут там что-то. Именно когда активно вы двигаетесь. То есть организм понимает, что его используют, он нужен для движения. Это самое главное, для чего он создан, движение. И тогда он эти команды воспринимает и начинает делать. А если вы будете сидеть на диване, медитировать, пытаться что-то там изобразить, без движения предварительного, как мы сегодня с вами прошлись и начали потом, да. Ничего не выйдет. Он будет думать, да, это меня хотят обмануть, не буду я лишней силы тратить. Двигаться не надо, зачем? Бабушка пройдет, если она с доктором Шишонином идет. С бабушкой еще и не по такой лестнице пройдет. У нас в клинике есть лифт. У нас в клинике есть лифт. Иногда он ломается. Есть пациенты, которые, ну, пока еще они там с костылями. Вот представьте, на третий этаж подняться там. И они просто приходят, такие говорят, так, уже одну я сделал, уже одну тренировку. Теперь переходим к другой тренировке. Вот эти какие-то переходы мне вообще напоминают в японском стиле что-то такое. Вообще, дикий лес. Дикий лес просто. В мегаполисе находимся. Все время меня это вот удивляет. Находимся в мегаполисе. Да, у нас сосуды открываются. Слушайте, я что-то переживал. Думал, вот опять дождь. Ну, прям, сегодня на ура прогулка получается у нас. Тут по курсу грязь у нас. Аккуратно, переходите, не спеша. Ну, все, уже выходим на асфальт. Вот сколько уток-то, смотрите. У нас бы еще здесь, да, баня была, пошли бы еще в баню все попарились. Олег Владимирович, нам надо договориться с администрацией парка здесь сруб поставить баню. И на прогулках, прямо в конце прогулок, через парную всех прогонять. Представляешь? Вообще, баня это... Вот про баню расскажу, да? Баня это... Баня это душ. Баня это... Баня это для чего? Вот, традиционно она для чего появилась в бане? Вот, после тяжелой работы человек поработал целый день тяжело. И вот эти вот продукты распада, все, которые у него, чтобы он на следующий день был в форме и мог опять тяжело работать хорошо, нужно вывести из организма. Чтобы почки не перегружались, печень и так далее. Нужно использовать ресурс кожи. Потому что кожа это самый мощный выделительный орган у нас. Ну, не самый мощный, он как бы работает наравне с почками, с легкими. Ну, вот, если, допустим, легкие включаются во время активного движения, как выделительный орган, и выводят токсины в газообразной форме, кожа включается тоже во время движения, но не так активно. И вот этот ресурс кожи баней можно усилить, очищающей. И, соответственно, появилась баня для этого. Поэтому я так и рекомендую. Всегда перед баней применять физическую нагрузку. Можно ходьбу, можно приседать. Но обязательно такую, чтобы вы немножко вспотели. Почему я сейчас про нее вспомнил? Потому что, учитывая влажность, даже небольшой темп, даже я начал потеть. Потому что я тепло оделся. Поэтому понятно, что после таких вот этих... Ты не потеешь, ты еще тебе рано потеть. У тебя бот не доходит до кожи, он там весь идет на пользу дела. Вот, и вот так ее и надо применять. То есть обязательно, я говорю всегда так, перед баней физическая нагрузка. Баня какая лучше? В принципе, любая, в которой вы будете обильно потеть. То есть она должна быть обязательно влажная. То есть это либо хамам, у кого есть такая возможность. Либо русская баня. То есть когда подливаешь, поддаешь. И веник. И обязательное правило, чтобы заработала кожа, да, чтобы вот это вот пошло выделение и очищение. После каждого захода в парилку обязательно холодная купель или несколько там ведер воды на голову холодных. Ну, что-то такое. Чтобы был вот этот контраст. Не больше трех заходов хороших. Не больше там. Там люди парятся по пять часов там. Это не нужно. Это уже издевательство. Никакой еды в бане не должно быть. Понятное дело. Никакого алкоголя, естественно, тоже не должно быть. Чай можно. Чай, воду. В бане разгружает почки. Вот так, по-простому. Баня не дает образовываться и наряду с ходьбой, и баня сама по себе не дает образовываться мочекаменной болезни. Потому что все эти шлаки, вот если, допустим, вы активно походили и вспотели, да, вы потом эту майку можете высушить. Черную майку оденьте на себя. Вот высушите, у вас там будут соли прямо на ней. Вот эти соли, они все из вас вышли, они могли отложиться в почках. А если вы потом еще в баню пошли после физической нагрузки, да, то вы эти соли выгнали еще сильнее. А кальция не вымывается в это время? Пусть вымывается. У нас кальция в пище. Его столько, просто неимоверное количество. А если его не вымывать, то он у вас весь отложится в сосудах и в почках. А если вы еще витамина Д напьетесь, неимоверное количество, да, то у вас тогда он точно отложится. Даже если будете в баню ходить и двигаться, все равно вам не спастись от кальция, который у вас отложится в сосудах, во внутренних органах. В мозгах он откладывается, когда витамин Д. Кальцинаты в голове образовываются. До такой степени, что иногда возникает даже эпилепсия на фоне этих кальцинатов. Особенно у детей. Их тоже сейчас стали кормить витамином Д. Вообще критическое мышление в моем родном медицинском сообществе отсутствует. Кто-нибудь какие-нибудь исследования проведет, типа доказали что-то. И все начинают это все назначать. А потом через пять лет оказывается, что... Оказывается, это было... Да. Самый яркий пример — это Соединенные Штаты Америки. Транквилизаторы, назначение транквилизаторов. То есть там суды идут и так далее. То есть, ой, хорошо помогает препарат, снимает нервное напряжение, снимает всевозможные психосоматические состояния. Все, начинают этим препаратом кормить. А потом оказывается, что он вызывает привыкание мощнее, чем наркотики. И фактически является наркотиком. И все, а врачей нет. Давай кормить всех. Ну, самый плохой препарат из таких вот, который больше всего вреда приносит, это кальций Д3. Это, ну, просто ужасная вещь. Ни в коем случае нельзя. Это просто надо... Я даже не знаю, как с этим бороться. Ну, по крайней мере, вот... Надо об этом говорить. Ну, про климат я сказал, да. Да, у нас прекрасный климат со всеми сезонами. Кто живет на севере, им, очевидно, тоже не нужен витамин D, потому что на севере традиционно более... Больше рыбы, особенно северной рыбы. И в ней содержится этого витамина D как раз столько, сколько необходимо для организма. Он оттуда ни больше не возьмет, ни меньше. Ну, а на юге кто живет? Для них, если там, вот, в южных регионах приходит человек к врачу, и ему назначают витамин D врач, то надо просто, ну, как можно дальше и быстрее убежать от этого врача, потому что, ну, это... ни в какие рамки не лезет. Вот, обращаю внимание, вот, все, кто приходит на прогулки, это очень важный момент. Олег, надо обязательно в следующий раз будем собирать, чтобы вот прямо в приказном порядке все приводили каких-то мелких с собой. Мелких. Вот он идет со мной, вот он пришел, да, у него в голове уже прописалось, что это нужно так делать, понимаете? И он так будет жить, он будет знать, что надо гулять, надо заниматься, надо дышать. Вот просто примером. Потому что весь остальной мир, он их убивает, детей. Он их кормит витамином D, всякими разными углеводами, мультики, компьютеры, сидеть надо там, не двигаться, ну и так далее. Здесь мы с вами сделаем заминку нашей прогулки сегодняшней. Для заминки выполним 20 приседаний, но не обычных приседаний, а растягивающих. То есть вот садимся, потянули спину, взяли за колени, вот, садимся вниз. Кто на сколько сможет сесть. Растянули, вот, спину, встали. Выгнулись вверх. Назад отклонились. Опять садимся. Встаем. Три. Четыре. Семь. Че стоишь? Приседай. Приседай давай, че стоишь? Давай, давай, с колонкой проседай. Сколько уже? Тринадцать? Двенадцать. Двенадцать. Да, тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. растягиваемся. Какие ощущения? Прекрасные? Да. Здоровьем наполнился. Ничего не болит. Шея размята. Двадцать. Пятнадцать. Двадцать. Ну, еще один разок запасной, да? Двадцать один. О, вот это да, да? Хорошо. Заминочка прошла. Так, ну что, идем на пункт последней дислокации. Александриночка, пока время есть. Можешь спросить? Ага. Ребенку десять месяцев. Так. У него большой пальчик, а этот заходит, причем на обеих ножках. Я у мамы спросила, это как бы она сказала, родилась с этим. Фотки у меня есть, она мне сфоткала. Ну, это даже фотки не нужны, это скрытая родовая травма. Шею подвернули при родах. Повредился шейный отдел спинного мозга. У нее вот прям вот этот пальчик, ну, вы поняли, да? Сколько, десять месяцев? Десять месяцев. Привозите в клинику, вправим шею. Это все уйдет. Можно записаться, да? Да, да, да. Ко мне, потому что это я лично сам делаю всегда таким мелким. Иначе это может привести к тому, что потом будут вот скрюченные руки, ноги. Это как симптомы ДЦП. Ну, у нее вот этот пальчик этот, а этот один так. Ну, да, это у нее спазм идет, спазмирует. Да. Потому что нервы, которые через шею проходят, там где-то пережаты, питание нарушено. Ага. И вот возникает этот эффект. Она когда босичком ходит, вроде выравнивается. Это как вам, допустим, передавить дебедренный нерв, который поднимает стопу. Да. У вас вот эта задняя часть, из-за того, что седалищный будет работать, она перетянет, у вас нога вот так будет. Или наоборот, седалищный передавить, у вас вот так нога будет. Понимаете? То же самое с пальцами. Если до года не встанет, то лазером какой-то, что-то там, мышцу или что-то. Да, резать мышцы, да. Ну, как правило, когда шею приводим в порядок, кровоток спинного мозга восстанавливается, это само уходит. Уходит, да? Да. Упражнения не убирают жир никакие. Надо уменьшить потребление, да. Или увеличить, не уменьшая потребление, общий объем движения. Неважно, какого. То есть, вот этот баланс должен быть, да? Приход-расход. Александр Юрьевич, а холестерин ходьба снижает? Холестерин ходьба повышает. Повышает? Вообще, физическая нагрузка. Вот здесь внимательно послушайте все, да? Физическая нагрузка регулярная будет повышать ваш холестерин. Вот тоже, как с витамином D, так же у нас и проблемы вот с этим холестерином. Потому что обезумевшие доктора, которые не хотят ничего слышать, а хотят просто таблетки выписывать, это удобно же, что выписывал. Ты вроде полечил. Все нормально. Держи. Бабки получили. Да. По поводу холестерина. Важный очень момент. Еще раз мы его проговорим. Человек приходит, человек занимается, не, давайте так, просто человек старше 50 лет. Какой у него будет холестерин? Высокий ответ. Для чего? Организму нужна регенерация. Для этого он поднимает холестерин в надежде, что человек будет больше двигаться и будет восстанавливаться. Потому что вот эта связка, высокий холестерин и большой объем движения, ну не супер большой, движение такого, как мы практикуем, он приводит к регенерации. То есть организм начинает этот холестерин использовать для построения новых клеток, молодых, свежих клеток. И таким образом организм начинает потихонечку обновляться, уходят хронические заболевания, идет регенерация. Вот для этого нужен холестерин. Поэтому он в крови повышается. Если человек начинает активно двигаться при этом, то пока он не прорегенерирует до определенной степени, у него холестерин будет держаться высокий. По-другому он не будет восстанавливаться. Если человек ведет здоровый образ жизни, много двигается, много правильно питается, как я говорю, употребляет жиры, не употребляет углеводы, у него будет холестерин повышенный в крови. У спортсменов, у профессиональных, потому что у них очень высокие нагрузки, они должны очень сильно регенерировать, у них вообще холестерин бывает 10-12 и так далее. И это считается хорошо. Спортивные врачи об этом знают, а обычные врачи об этом не знают. И приходят к ним, это ко мне так приходят часто спортсмены, и говорят, все, отменили нагрузки, пришел к врачу, отменили нагрузки мне. Не профессионалы, а любители. Я занимался там спортом, то и все активно, каждый день. Пришел к врачу, а у меня холестерин 9. Он мне сказал, ты одурел, что ли, занимаешься нагрузками физическими, тебе надо статины пить и на диване лежать, тогда холестерин упадет. Ну, чушь полная. Он просто никакой вообще не выдерживает критики. То есть, вот эти вещи надо знать, понимать. И хорошо бы, чтобы врачи их понимали. Ну, как бы, есть врачи продвинутые, понимают, но их мало. Очень мало этих врачей. Больше становится, но это медленный процесс. Поэтому холестерина бояться не надо. Его надо, наоборот, радоваться. Потому что, например, есть другие врачи, называются онкологи. Вот эти онкологи, кто поумнее из них, они знают, что низкий холестерин, знак равно ставим, равно, высокий риск онкологии. Равняется высокому риску. Если холестерин 3 и ниже, даже 4 и ниже у человека постоянно, значит, у него будет высокий риск онкологии, и, скорее всего, он этой онкологией заболеет. Кардиологи же, обезумевшие некоторые, приходит к ним человек, у него холестерин 5,5, и маленькие бляшечки. Ой, всё, давай статины, чтобы у тебя он был 3, это холестерин. А потом у него онкология, и он, знаете, не знает, что он его довел до онкологии этими статинами. Понимаете? Почему? Потому что клетки иммунитета работают на холестерине. Если вы его убираете, иммунитет противоонкологический, который каждый день выявляет в нашем организме онкологические клетки и их уничтожает, для этого нужно очень много энергии. И чем старше человек, тем больше энергии нужно. Поэтому холестерин повышается в крови у более пожилых людей, чтобы не было онкологии. И это, кстати, не только я говорю, это же я взял всё из научных источников, что высокий холестерин это низкий риск онкологии, а низкий холестерин это высокий риск онкологии. Иммунитету не на чем работать. Как он будет бороться? И потом говорят, ой, увеличивается рак. Конечно, увеличивается рак, если вы всем назначаете статины и люди ходят с холестерином, а кардиологи радуются, ой, как хорошо. Онкологи многие об этом не знают, тоже наплевать. Я же не буду лезть туда, он же кардиолог, он же знает, что он делает. Понимаете? Все ведущие кардиологи мира, мира, не кто-то там, ведущие все кардиологи мира, говорят следующее. Статины – препарат токсичный. И оправданное назначение их может быть в очень редчайших случаях по очень серьёзным клиническим показаниям. Когда уже там стоит вопрос жизни и смерти. Для профилактики статины, это все на этом сходятся, пить нельзя. Мои друзья, кардиологи, лучшие кардиологи России, и кардиохирурги, и сосудистые хирурги, все говорят ровно то же самое. На местах врачи, на местах, они этого не знают. Они этого не знают, они… до них это пока не дошло. Лет через пять они то же самое будут говорить все. Александр Юрьевич, а вот что значит хороших или в пилинг-попы? Ой, это вам надо почитать мою книгу, называется «Медицина здоровья против медицины болезни». Купите эту книжку в книжном магазине, везде она есть. «Медицина здоровья против медицины болезни. Другой путь». Там я написал подробно. Просто сейчас это надо на час лекцию читать. «Медицина здоровья против медицины болезни». «Медицина здоровья против медицины болезни». «Так, вот так…» «Вот я первый раз, и ваша методика вот как бы… работает… «Урак реклама». «Я думаю, что это ваш сын». «А это внук оказался». «Да, это внук оказался». «Спасибо». «Спасибо». «Спасибо большое». «Все, мы побежали, а то у нас семейные еще дела». «Спасибо». «Прощаюсь со всеми». «Все, ждем на следующей прогулке». «Очень приятно». «Побежали, Лёв». «На следующей будет с вами встреча». «Через месяц». «Спасибо большое». «И приходите на «Кузницу здоровья». «Спасибо». «Второй раз уже, и как получается, что второй раз под дождем. «Я чувствую». «Да». «Мне очень нравится». «Сам не выберешься так долго, и везде ходить». «Бывetos, измерения». «Я чувствую». Субтитры сделал DimaTorzok